ДИЕТА НА ВСЮ ЖИЗНЬ Об остром перце говорят, он сможет заставить рыдать как детей, так и генералов. Действительно, острая еда по вкусу далеко не всем. Но у нас в гостях сегодня певица Сара Окс, которая знает толк в восточной кухне. Сара, проходите, пожалуйста, к нам. Здравствуйте. Доброе здоровье, Са. Обычно, когда говорят о любителях восточной кухни, представляются ли какие-нибудь мужчины, которые, собственно, тоже на Востоке-то и выросли. А тут хрупкая леди пришла, и вы, значит, тоже, да, по-острому отлетаете. Дело в том, что меня необходимость вынудила приобщиться к этой кухне, потому что много путешествую и по работе, и отдыхать. И кухня каждого народа, она специфическая. Очень много пряностей, очень много, как правило, и острой еды. Поэтому, как говорится, чем угощают, то и кушайте. Приходится, я была в Мексике, и приходилось есть очень обильно приправленную специями, в том числе острую пищу. И мне, конечно, она была не очень по душе, но что делать? Либо умирай с голоду, либо живи, наслаждаясь жизнью, ешь то, что дают. Плюс она ко всему была такая еще плотная пища, и в итоге я почти ничего не ела, но в итоге приросла к острой пище. Теперь в Москве вот как-то вот не могу без острого лишний раз. Вообще, шоу-бизнес, он такой остренький, вы знаете, без него трудно. Наслышаны, наслышаны. Вы знаете, дело в том, почему в Мексике, в Индии любят острое, там все не едят. Дело в том, что там широко распространены желудочно-кишечные инфекции, и если они не едят острой пищей, которая их всех убивает и переживает, они просто-напросто могут вымереть от холеры и прочих желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому как профилактика, кухня остренькая, попал туда микробик, только раз и все. А холецистит, кстати, могут вызывать различные микроорганизмы. Ну, вот смотрите, вот вы едите острое, да? А у нас как раз вот сегодня мы говорим о том, что в том числе и острая пища, она очень... Раздражает. Раздражает, да. Вот расскажите, Геннадий Петрович, вот сделайте вы нарекание нашей Саре. Ну, остренького можно есть, но все-таки в меру это надо делать. Почему? Потому что вот острое использовали, я уже сказал, для того, чтобы желудочно-кишечными заболеваниями не болеть. Да, острое используют для того, чтобы аппетит был, чтобы там... Оно улучшает и пищеврение, оно способствует тому, что разгорается страсть у человека. Так, Сара, значит, страстная очень за то, девушка. Да, можно использовать, но все это должно быть в меру. Говорят, запах тела потом меняется в худшую сторону, когда много вот этих вот острых бряностей. Представляете, да? Феромоны не те. Уже и... Феромон не тот пошел ночь, Сарановым надо. Я еще хочу сказать, что делает острое. Острое пережигает ткани нашего тела. Поэтому все должно быть дозировано. Но, с другой стороны, если пропорции, а я много говорю о них, выбрано правильно, то вот этот острый вкус, идя по крови, по всем жидкостям, и в том числе по желче, способствует тому, что микроорганизмы, которые там живут, и норовят организовать колонию, основа которой может послужить для камнеобразования, это все ликвидируется. Видите как? Все начинается не просто жидкостям.